мы уложили мусю спать и пока она спит нам нужно сделать миллиард дел надеюсь на подольше поспит чем нам пришла вот такая вот посылка нам этот сайт кстати вы посоветовали подписчики писали нам что есть сайт беру оптом и домашний текстиль и пижамы и всякие постельные белье мужчин заглянули туда взяли вот такую небольшую посылку на первый раз посмотреть что там да как сейчас будем распаковывать скрывая его что я люблю именно черного не марка и все одежду под куртку люблю водолазки не носить чтоб горлышко было закрыто мне можно снимать видео про засохшую тушь кто видит мой тикдок тот возьмет розовая тоже водолазка чеки розовую заказал мне классный цвет он тебе идеально мне просто идет розовый тетлер как парлосенок тик но открывая не знаю я чет заказывала чего уже не помню это какая домашняя одежда не маме у это короче мужская костюм футболка да ой память тебе дырявая а я это по рисунку показал что твое не прикольный шорт прям мой мой размерчик да ты как раз хотел снять прям по телу были шорты мне кажется на тебе нормально она должна сесть она прям да хорошо будет прям летом да ходить на костюмчик такой костюмчик лежит у нас просто нужно просто розовую заказали у нас просто белье все такое в розовом оттенке фиолетовым вот именно подходит ну да а вот кстати к нему кстати взяли family мы всегда берем family чтобы было два одеяло для нашелся до мужской трекор просто на какие там вообще дешевые на заказу я взяла 44 в том же 42 не было но такие костюмы их уносить можно как оверсайз поэтому да они должны быть как бы такие просторные на касание когда по телу даже не удобно кстати отчество по весне летом меча вечером когда прохладно он кстати не флисовый тоненький а я не хотел у тебя флисовый же я не знаю штаны только единственное красный будет или нет ну на себя ты чё понимаешь мне длинные нет ну чуть-чуть снизу длинноватый ну да что и поделать если я кратку ну на попку прям сели хорошо одену сейчас просто на это сверху кстати он легкий это хорошо мне прикольные в принципе 44 выглядит достаточно хорошо ну кстати вообще да повернись боком там задом просто 42 например мне кажется был бы настолько в обтяжку что было бы в нем не комфортно ходить прикольно тебе идет прям цвет я заказал два костюмчиком они покупаешь она какие-то лучше времена откладывать твоя твоя все жалеет куда-то носить хотя смотри как размер широкий да нет я должна быть нормально ли поносила такая скромная что штанишки и это 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 не для дома да нет почему ходить можно в нем по улице момент она у нас такая скромная что она когда мы не дарим новую одежду или счет она начинает вот зачем не все они будут нормально как раз его хочет чтобы она носилась что дарим она откладывает и носит сюда откладывает там и цепит прям такой модненький да вот сейчас весной ходить ну да так она не будет зуб даю меня просто когда на фотках выбираешь нехорошо штаны прям вот я не просто хорошо завтра 8 марта подарю маме мы кстати завтра на пару часов едем в баню с друзьями до 6 димы смирновым смирновыми они ездили в бане на 23 февраля мы с ним не ездили они своей компании так что мы завтра с их компании по им первый раз но решили на получается с 12 до 4 съездить там бани теплый бассейн кстати забыл сказать что там сейчас 15 процентная скидка наберу оптом на футболки туники и на женский костюм на костюмы да потому что вот этот костюм взяли розовый мне с 15 процентной скидкой плюс у них бесплатная доставка во многих городах почти россии крупные список городов на сайте есть и одну там от трех тысяч рублей надо заказать будет бесплатно кстати это удобно да всем добрый день ребятки я иду в дружбу на работу сегодня у нас торжественное собрание посещаем 23 февраля вчера был концерт просто коллективов поздравляли местных людей родителей а сегодня прям большое собрание такое торжественное там с коллективами разными не нашими и мы с вашей участвуем в сценке я вам как-то показывал на репетициях где я был царем николаем вторым павлик там вообще солирует как были рун там поддержки делает вот плюс у нас начались заказы рабочие прям три дня нас получается 20 21 22 прям каждый день заказы по многу девчонки уже сегодня уехали с утра поздравлять мужчин там салон mercedes-benz лера с ними поехала и потом еще полно у них заказов там еще у лера заказик и вечером я с ними вместе на двух заказах еще работы поэтому пожелайте нам удачи нам предстоит тяжелое время все ребята готовы через минут 10 наш выход ну наши девчонки доярки из хацапетовки где паша со своей дояркой я понял они не она не доярка она принцесса во понятно все хорошо ребятки а я уже в россинге хочу вам показать вообще что здесь я увидел смотрите как хочу себе домой такой блин класс вообще страны смотрите как смотрится круто офигеть разными цветами все я на месте жду девчонок я разгрузился я просто раньше приехал к нам чтобы таскать много и одному девчонки саратова едут они там отработали замечаться да все ребятки моросинку отработали девчонки вон они красотки наши приехали в брудершафт сейчас у нас еще два номера здесь может быть мы поедем в чердак девчонки переодеваются в яблочко кстати яблочко вообще работаем раз в год наверное ну пару еще бывает летом какой-нибудь вечеринка морская а так получается на 23 февраля и все ну такой он по теме номер просто темовой короче но это могло продуть еще когда продувает шея она как бы заклинивает мы сегодня выступали так жалко мы не можем выкладывать вам номера потому что банит youtube смотрите наш в инстаграм вот у нас полиция осталась на сегодня я я это да мы знаем особенно знаем вот по этой пятой точке это Продолжение следует... Всем привет, ребятки. Что у меня за полоса такая? Кошмар. Я думаю, что у меня такое? Я маской, что ли? Охренеть. Я, в смысле, маской просто весь тон с узла. И румяной. А у кого музыка играет? Камняется. Лер, у тебя эту музыку слышно? Слышно. Мы сегодня с Денисом опять работаем. У него новый костюм. Девчонки уже переоделись. Сегодня с нами Настюха. Не, прикольный, прикольный. Он прям, он богаче просто. Сама не беда, знаешь. Сама не беда. Но денег, долг не дам. Теревички. Теревички поношенные. Те, кстати, черный цвет идет под этот костюм. Да, да? Угу. А Лера сердечку танцует первый раз после беременности. Соскучилась. Чем же? Мужчина, у вас есть аккредитация? А жена? Есть мужчина? А дети? А там не познакомились. За что он приезжает. Челка? Итак, мы готовы. Глазами раздевают. Понимаешь? Маньяк ты. Бо меня глазами раздевают. Ну а тут кто, ты понимаешь? Я сейчас потнула. Иди сюда, я тебе сексуальную реабилитацию буду делать. Мама, бу. Был это видела? Ты? Не, я была на банке против глуповкой погружения. Понимаешь? Ты мне скажи, маньяк, зачем? Я бы вот так вот сделала. Запоминай, я женщина легко возбудима, но хреново отходчива. Понял? Понимаешь? Фу, подожди. Боже мой. Боже мой. Соли. Это что? Дети поаплодировали. Кирилл, мой крестник, понимаешь? Крестная мама, а то мы не приедем, да? Соли, ну давай знакомы. Ну красотка, девочки, поаплодировали. Боже мой, здрасте, я даже посмотрю леди. Ну, мы поднимем, поаплодируем. Я даже, пока я аплодирую, подойдем к экрану. Дай, да, ну. Слушай, вот все равно, ну и сразу прям вот. Отлушайте. Давайте знакомиться, как вас зовут, Женя? Женя. Очень приятно. Тетя Вера, далекая забытая родственница. Женя. Что ты сидишь зубы слушаешь? Говорю, налевать. Понимаешь? Но 7 суток, то я еще могу не все равно. Понимаешь? Все, ну, они же когда ехали, мы и 41 дебиль. Понимаешь? Они... Вы один или с женщиной? С женщиной. Мои соболезания сразу. Да. Я батьку махну. Как тебе это нравится? Да, моя. Подожди, подожди. Не, батька, ты махни и возвращайся. Понимаешь? Соли. Сейчас, подожди, иди сюда, я тебе новую девоньку нашла. Бери уходу, бери, что ты стоишь? Она, она своему счастью не видит, клянусь. 32 зуба, понимаешь? Трестник соседский. Стой тут. Перед этой сейчас, вот он стоит, понимаешь? Маньяк. Иди сюда, моя последняя надежда на ипотеку. Пойдем. Да я понял, понял. Да не надо, ты шутил. Пойдем. Мужчина, вы один или с женой? С женой. Да что же вас в жизни учит-то, ну? Соли, пойдем, я новую жену нашла, пойдем. Новая жена. Деда, дедушка, поаплодируем, пойдем. Дедушка, пойдем. Пойдем, моя красота, пойдем. А шо не, а шо не. Так, стой тут. Дедушка, стойте тут. Дедушка, вы с бабушкой, да? Я понял, она не дура. Да я не спорюш, понимаешь? Она не дура. Все, у нас последнее место сегодня. Гранд Мишель. Приехала к нам Соня сегодня. Потому что у нас Алена не танцует по лицу. Мы уже готовы. Осталось последний вздох. Едем домой жрать. Потому что мы что-то голодные сегодня вообще. Не рассчитывали без еды уже с обеда. Продолжение следует... Ребятки, всем привет. Здесь скусимся. Я не в фокусе. Мы купили стиральную машинку. В общем, все, что мы заработали на этих выходных, отдали на стиральную машинку. Мы не думали, что так получится. Но я хотела постирать свою белую куртку. Закидываю ее, и машинка просто начинает отжимать, отжимать, отжимать. Ну, короче, ей уже 14 лет в Виталике, она в машинках. Вот, поэтому мы... 13, кстати. Мы даже в шоке, что она столько проработала. Потому что мы даже ее из дома не собирались забирать. С частого нашего, у которого мы жили раньше. Когда в квартиру переезжали, мы такие думали, забирать или нет. Но, тем не менее, два года она нам еще отслужила. Вот, поэтому мы купили новую. Выбирали машинки между обычными, ну, в смысле, такими, которые только стирают. И я хотела машинку с сушкой, потому что у нас вечная проблема. Нам негде сушить белье. Потому что, поскольку у нас костюмы шоу-балетные постоянно сушатся на балконе, висят. Все сушки заняты, вечно негде посушить. И, в общем, у нас вечно эта порнография с бельем, которая висит просто по всей квартире. И меня бесит и раздражает на дверях, на батареях. Все это очень некрасиво висит и сушится. И, в общем, как у нас сушка, так это уродский дом, уродская квартира, где все развешено. Мне это дико бесило, но избежать этого не получилось. Потому что мы не купили машинку с сушкой. Нам сказали, что бюджетные машинки с сушкой, которые стоят 30-35, там, максимум, это все Г. Нормальные машинки с сушкой, чтобы была хорошая сушка, действительно, там, от 60-ти тысяч. Вот. Ну, естественно, мы, как бы, такую машинку не потянем. Да и зачем она такая нужна за 60-ти тысяч? Ну, то есть, вообще, жесть. Мы купили машинку в итоге, как доставят, нам и покажем. Ну, такая прикольная. Стоит она 26 сейчас по акции. Как? Хайер. Хайер. Вот. У нее там функция пара детская, естественно, с паром может стирать и в нем. В ней, точнее, фишка в том, что она с паром и не, ну, вообще, разглаживает хорошо белье, что после стирки оно не будет очень такое мятое. Поэтому, не знаем, посмотрим, как нам понравится, не понравится. Ну, в итоге купили мы машинку. Я, конечно, ну, не совсем довольна, но что поделать. Если нету у нас, ну, таких средств на 60 тысяч, вот меня бы жаба задушила на такую машинку, честно слово. Так что... Да это даже 60, это самое минимальное, там даже 70 в основном цены. Так что будет у нас снова белье висеть по всему дому, на дверях, ручках и так далее. Единственный выход купить еще сушку дополнительную. Там мы посмотрели нормальная корейская, что ли? Да. 15 тысяч стоит, поставим просто на машинку, например. Так что купим, потому что я... Все равно выгоднее получит. Но она будет прям нормальная, сушка полноценная. Она даже будет сушить лучше, чем по стиралке. Да, 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 он же сказал. Ну, ну, прям будет сушка. Но это многие так делают. Но удобно, у кого целые там прачечные в квартирах, целая комнатка, например, небольшая, чисто на машинку, сушку. Там, тогда удобно. Представляете, в нашу маленькую ванну еще и сушку сверху поставить. Это же жесть будет. Ребятки, все, мы приехали к Кате. Купили общий букет и общий тортик. Общий тортик, тортик купили мы, а не букет. Мы, короче, вместе будем поздравлять. Ну, мы так чисто забежать. Она не отмечает. Она ребенка родила там... Ну, знаете, помните, Катя, которая родила ребенка. Поэтому мы чисто заехать, поздравить. И потом нам сегодня еще работать, ехать через полтора часа уже от нее уедем. Еще сегодня два заказа шоу-балетом. Чем-то намазну. Вот она, малышка. А Мали первый раз увидела сегодня, и ладно. Ну, она так смотрит на нее. Нет, она видела, когда мы едем. А, куда? Кира. Вот она. Швы-то это ездили мне отрабатывать. Ну, она так, как бы не понимала, кто там лежит-то. Все там? Что-то? Снимает тебя. Нет, видела, когда мы у Даши были в гостях. Кир, бабочка. Кир, тебе прокладку дать? Амочка. Пампер скажи, подойдет. Маленькая такая, да? Маленькая ляля. Ляля маленькая такая, да? Маленькая такая. Маленькая малышка. Как Симба. Денис ее все время Симба и кладет. Потрогай, потрогай. Все, боишься? Все, ляля твоя трогает? Не понял, говорит, я на разборке. Это моя сеструха. Я, говорит, спрягаюсь. Нет. Нет, не твоя сестра. Ай-яй-яй. Ты сейчас не за столом, ты уже здесь. Мы специально попросили, чтобы он накрыл здесь поляну, потому что мы кормим пупсиков. У нас детский сад тут вовсю открылся. Второй платье, ой, третий, третий платье. На перегонке кто больше съест. Кстати, вот Даша уже кушает рыбку с овощами. Она тоже врач сказала, что вы едете. Я сегодня хек видела. А что ты не купила? А он 60 с чем-то рублей стоит. Над пакцией найти что-нибудь, да? Может быть, есть, да. Да, а что мы берем? Вот супы она любит, например, он стоит шумом. А что она любит, например, он стоит шумом. Например, супчик надо... А что ты Дашу целуешь? Амалию целуй. Целуй Амалию, пожалей. Да? Ты что, не видела? Она ей по лбу дала. Я ей по руке дала, она сразу меня целовать. Ты терпишь, что ли? Терпила, блядь. Вот, короче, суп, который она любит в коробке, 60 рублей стоит, а мы берем там по 28 по акции. Но они еще и по сроку годности нормальные. Да? Да. Что, ты там на карту что-либо пожалеешь? Да? Как же вкусно, скази. Просто в Ленту заезжаем частенько там в акции. Ей понравилась вот эта пюрешка. Это что? Это цыпленок с овощами. Там картошка и ее очень любили. Кто где, а Левитшоу отрабатывает свои танцы прям в магазине, прям в чем есть. Смотрят люди, снимают нас со стороны. Просто мы приехали не раньше в Саратов, зашли в торговый, а времени пройти номера не было. Вот приходится так, в таких условиях. Зато людям нравится. Хотя людей толком нету, но некоторые прошли и оценили. Тетя продавчится нам хлопали. Хлопали, да, сейчас не успел снять. Ребятки, всем привет. Виталька у нас немножко приболел. Что-то простыл, не поймем. Вроде не корона, бро. Но забит и горло болит. Да, слава богу, сопли. У нас тогда не было соплей. Я нет. Ну, это прям как простуда. В общем, сегодня у нас 23 февраля. И я знаю, что Вита тут сейчас придет сюрприз. Но не от меня, а от наших любимых фана одного. От кого? От фана. Фан Левит Фэмили там. Левит Фэмили? Да. Маш, который видит это? Нет. Но мы сейчас будем ужинать, я так понимаю, это вкусняшка. А делает наша Настя, не Феткина. Либо ее планирую, либо она. Да. Вот у этой девочки сегодня нету настроения. Зуба, походу, что ли, опять мы не поймем. Она один раз только сегодня спала. На второй сон. Как бы мы ее не укладывали, не упрашивали, она не хочет. Не укачивали, не грудь, не рядом лежу. Глажу. Ей все равно кричит. Да. Просто не можем уложить. Уже, наверное, и не будем. Смотрю, что она ухладывает. Хотя, может быть такое, что мы сейчас опять ее положим, Зая в один, она в три часа ночи проснется и привет. Ого. Привет, вам вам нужно? Ничего себе. Привет. Крутяк. Так, это, короче, это... Нет, это от Насти. Да, это от тебя? Нет, это от Кати. Это от Кати, а, ну, понял. Я в шоке. Которая с этого, с сомбола. Офигеть, смотри, ты же. Ну вот, я понял. Да, круто. Я в шоке. На, ты, пожалуйста, возьми. О, придумали. Там до пизычки нет, по-моему. Так сделал классный. Левит Боуфан. Это, которая с Америки, да? Да. Девочки. Ну да, я же тебе и сказала. Кипец. Я до вас птина. Спасибо. У вас сегодня, это, народу, ну, много, да, развозить? Да, открывали. Жопа. Так, а как это ставить, Настя? И так есть сразу. Может, надо открывать и аккуратно вот это сломать. Да, но надо открыть по-любому, потому что там влага, конденсатор в зал, чтобы они не спрели. А, сейчас. Открывать нам вот эту сверху просто. Да, там просто скотчем надо на сверху. Капец, классно. Ты просто можешь куда-нибудь обпереть на стенке. Угу. Прикольно. О, смотри, там палочки даже. Что ты кричишь? Все хорошо? Спасибо. Спасибо. Счастливо. Давай, спасибо. Так, значит, внутри, смотрите, вот такой вот танк, и внутри фисташечки. Вкусненько. Сейчас съем твой подарок. Я уже сняла роллы. Сейчас погреем, будем кушать. Тут истерика. Тут истерика продолжается. Ребятки, ура, всем приветик. Смотрите, что нам привезли. Я уже запустил первую стирку. Два дня назад купили мы, если вы помните, стиральную машину в МВидео. Называется Хайр. Нам понравилось, что у нее есть функция пара. Нам сказали, что типа после этой функции белье становится вообще практически не мятым. Я запустил первую стирку уже, подключил ее. Еще не стал задвигать, потому что я проверяю, чтобы ничего нигде не протекало. Вот эти особенно моменты подключения могут подтекать, вдруг там что-то. Сейчас все проверяю. Первую стирку пробную делаю. И советую, почему стирку первую сделать без белья, потому что после завода остаются всякие смазки там, чтобы они все вымылось и ушло. Надеюсь, будет долго служить, потому что так вроде по функциональности очень удобно. Тут есть даже 15-минутная стирка, мне что нравится, прям быстрая. Отслужил 13 лет, я ее в 2008 году покупал. Представляете, сколько она работала. Все у нее заглючило программу, уже все, сбой пошел. Я просто уже думаю, смысла ее ремонтировать нет. Проще купить новую. Ну и ее заберет мой знакомый на металлолом. Ребятки, съездили мы в ленту. Я хоть и болею, но надо закупаться, потому что продукты нужны. Закупились. Опять стараемся ППшку. Помидоры, огурцы. Кстати, апельсины нашел с красным, внутри с красным сердцем. Там написано, типа, красное внутри. Не знаю, еще не пробовал. Думаю, вкусные. Надо попробовать. Сушки, кстати, лентовские. Мы частенько берем лаваш, капуста квашеная. Я обожаю белоручка. Кстати, хлеб себе цельнозерновой нашел с такими вот зернышками. Сыр, тертый творог. Это салат разный. Ряженку, кстати, надо пить. Я сейчас, кстати, начал пить уже антибиотики, потому что я чуть боюсь разболеться. У меня уже лимфузы начали болеть, воспалились, поэтому я перешел на азиотермицин. И ряженку обязательно надо пить. Она как микрофлору улучшает в желудке. Антибиотики вредны. Тортики арахисовые. Нам понравились тоже так чаю. Авокадо. Био-йогурты. Ну, а малейку пили тоже тут. Цепленок говядины. Вот эти вот фрукты няня. Она любит крем-супы овощные. Это грейпфрут. Забыл, как называется. Грейпфрут, кстати, очень полезный для всех. Киви в шоколаде Лера взяла попробовать. И томат-мясок нам клиентовский, кстати, понравился. Он, в принципе, сравнивали с другими. Особо не отличается, а по цене дешевле. Я думаю, какая разница. По вкусу он даже больше понравился некоторых. Вот, в принципе, все, что взяли. Ребятки, еще с Алиэкспресс сегодня я забрала посылку. Вот этих 10 шапочек праздничных голубых. У нас будет день рождения. У Амалии вот в таких цветах розово-голубых. Это скатерть на кэнди-бар. Вот такого размера. В принципе, не маленькая, я считаю, наверное. Флажочки вешать над кэнди-баром вот такого и такого цвета. Потом, смотрите, какая штука интересная. Здесь будут распечатаны фотографии от 1 до 12 месяцев. То есть тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. И тоже будет такая растяжка с ее фотографиями с 1 по 12 месяц. Ну и еще вот такая растяжка тоже будет висеть. Здесь написано кэнди-бар. Субтитры сделал DimaTorzok